Валютный бирж 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 Если вы считаете, что это всего лишь средство обмана гражданского населения и создание иллюзии, такой выпуск пара, то нажмите, пожалуйста, кнопочку 2. Начинаем процесс голосования. Продолжение следует... Теперь перейдем к конструктивной части. Если можно, я вначале предоставлю слово нашей гости из Соединенных Штатов Америки Терезе Пайдова. Она бесспорно будет... Она будет говорить стоя. Терезе это удобно. Поэтому, пожалуйста, можете поаплодировать, потому что почему-то при представлении этого не сделали злые люди. Поэтому поддержите Терезу. Терезе, пожалуйста, слово предоставляете вам. Вы решили сидя выступать. Тереза поменяла свою точку зрения, теперь решила сидеть. Спасибо большое за то, что пригласили меня сюда. Благодарю за представление. Хотела бы поблагодарить вас всех за возможность быть здесь, участвовать в московском урбанистическом форуме. И я от всей души благодарю заместителя мэра города Москвы за это место, которое мне предоставлено здесь и рядом с ней в этом столь уважаемом ряду экспертов. Сегодня утро. Много уже говорилось о подотчетности государства и о подотчетности правительства, городов и государств. О том, что необходимо сделать для обеспечения этой подотчетности. Прежде чем мы начнем более глубокую дискуссию, я бы хотела чуть-чуть вам рассказать о той организации, из которой я приехала, чтобы вы чуть-чуть понимали то, чем я занимаюсь. И вместе со своими коллегами. Вы, когда нажимаете, нужно волшебное слово произносить. Работай, работай. Ну и тогда она начинает функционировать, конечно. Ну, не могли бы вы напоминать мне об этом? Я являюсь директором центра уже на протяжении 20 лет. Мы были инициированы и созданы правительством города Нью-Йорк в 1994 году. Этот центр был создан в Нью-Йорке для решения проблем, связанных с подотчетностью правительственных органов. Мы работаем в таким относительно уникальным способом на протяжении этих 20 лет нашего опыта. Мы выработали огромное количество инструментов и техник, которые помогают нам. Сейчас они применяются не только в Нью-Йорке, не только в штате Нью-Йорк, но и по всему миру. Идеи, которые мы представляем, то, как мы думаем о решении проблем, наш способ работы был оценен, и мы были по достоинству, и мы были включены в список академических программ наиболее уважаемых достижений в интеллектуальной и управленческой сфере. Очень важно здесь то, что люди, работающие в нашем центре, являются экспертами в сфере государственной и правительственной подотчетности. Основная наша цель – это помочь правительствам разобраться в происходящем, предоставить им какие-то техники, приложения, которые помогают им наладить связь с общественностью. В особенности, знаете, это касается защиты окружающей среды, например, такой хороший пример. Если взглянуть на проблемы, с которыми мы сталкиваемся, мы думаем о тех возможностях, которые у нас есть. Как граждане в этом диалоге, в котором мы сегодня участвуем, могут убедиться в том, что правительство действительно вырабатывает какую-то общественную стоимость? Как граждане могут влиять на то, чтобы правительство придерживалось высоких стандартов и наиболее лучших форматов? Когда мы думаем об общественной стоимости, мы должны понимать, что оно состоит из нескольких показателей. Это экономическая ценность, это то, как правительство действует в экономической сфере, как оно стремится максимизировать экономические возможности и преимущества для граждан. Как действует правительство, как они должны и что они должны делать для того, чтобы добиться максимально лучших для граждан экономических показателей? Здесь необходимо понимать, какие механизмы граждане могут использовать для того, чтобы заставить, если можно так сказать, правительство быть подотчетным вот в этом конкретном примере. Это очень сложный и очень многосторонний вопрос того, как мы можем убеждаться в том, что правительство действительно создает вот эту стоимость, вот эти ценности. Когда мы говорим об общественной стоимости, мы должны, с точки зрения правительства, мы должны понимать, что именно является ценным и важным для всех участников процесса. И то, к чему мы стремимся, определение наших ценностей, стоимости, это наиболее важная задача. Есть некоторые правительства, которые позволяют гражданам осуществлять мониторинг их деятельности. Правительство просто предоставляет всю имеющуюся информацию, граждане могут с ней ознакомиться и смотреть на то, как, например, правительство решает те или иные проблемы. Например, чистоту воздуха, которым люди дышат. Например, в Шанхае предыдущий был пример. В Нью-Йорке мы также, конечно, этим занимаемся. Есть определенная программа, которая обеспечивает прозрачность происходящего и предоставляет гражданам все необходимые интересные данные о деятельности правительства. Опять же, очередной пример из города Нью-Йорк. В Нью-Йорке у жителей есть возможность следить за деятельностью правительства и посредством ознакомления вот с такими данными. Они смотрят о том, они смотрят, какие существуют проблемы, какие есть у граждан, у жителей Нью-Йорка, смотрят, как эти проблемы решаются, что конкретно было сделано в том или ином направлении. И это ключевой момент, вот этот мониторинг деятельности правительства. И они, в свою очередь, тоже понимают ответственность, с которой они сталкиваются. Здесь, тем не менее, есть такие внешние игроки, которые используют данные, это какие-то третьи стороны, некоммерческие организации, какие-то фонды, которые контролируют деятельность депутатов, каких-то правительственных организаций, делают это со стороны. Они используют те же самые данные, которые открыты для граждан, и, однако, здесь чуть больше имеют воздействие и влияние. Мы сталкиваемся с тем, что есть различные значения ответственности, различные понимания ответственности. Мы должны понимать различные роли и ту ответственность, которую наберут в себя различные участники процесса. Например, правительство, на нем лежит ответственность предоставлять необходимую информацию и предоставление услуг, в первую очередь, конечно же. Правительство должно думать о том, в каком формате, например, предоставлять эту информацию. То есть, выпуск информации и предоставление данных в формате PDF, например, совершенно не обязательно значит, что эта информация будет обработана. Потому что, ну а как люди, не все имеют доступ к этому формату. То есть, это здесь второстепенный фактор. Правительство должно убедиться в том, что люди имеют полноценный доступ, и люди понимают, как получить эту информацию, как ее обработать. Наиболее важно, конечно, здесь помнить об обратной связи. Все остальное здесь уже не так важно, то есть второстепенно. Если мы не работаем над тем, чтобы, если мы не предоставляем обратной связи нашим гражданам, то люди просто не будут заинтересованы в этом диалоге и не будут предоставлять обратную связь в свою очередь. Что же касается граждан непосредственно, они должны, одной из их ответственностей является постоянная концентрация на вот тех вопросов, решения которых они хотели бы получить. Они должны ознакомиться с информацией, которую им предоставили, проанализировать ее в том числе. И быть заинтересованными в том, чтобы государство было подотчетно, правительство было им подотчетно. То есть это должно быть такой двусторонний процесс. Обе стороны должны быть максимально вовлечены и заинтересованы. Какие же трудности здесь существуют? Для большинства правительств основной проблемой является то, что они не очень знают, как наладить вот этот канал коммуникации с гражданами, с общественностью. Они умеют предоставлять услуги, но они не знают, через какие каналы людям отправлять информацию, как с ними общаться, каким образом вообще это делать. То же самое зачастую происходит со стороны общественности, со стороны жителей того или иного округа или города. Они должны использовать полученную им обратную связь, они должны реагировать на то, что им предоставляют. То есть ответственность обеих сторон, безусловно, является вот эта вовлеченность в процесс. Вот видите, иллюстрация, которая уже довольно старая, но она очень имеет актуальность высокую в любое время. Вы видите, что информация стоит не всегда очень много, но информация та, которая вам необходима в этот конкретный момент, который касается определенной узкой проблемы, обычно очень дорогостоящая, и найти ее практически невозможно. Здесь стоит упомянуть об инструменте эффективного использования данных, которые мы получаем. Эта эффективность является критически важной, когда мы говорим о подотчетности государства. Вот, например, тоже в Перу. Как жители Перу получают информацию? Они даже не знают, что у них есть право на то, чтобы участвовать в происходящем стране. В Перу образовалась группа людей, которые встали и стали бороться, заявили о том, что вот у нас есть права, пожалуйста, мы хотим узнать о том, что происходит в стране, и поучаствовать в этом. Они создали веб-сайт, целью которого было предоставление людям даже не столько информации, а донесение до них знаний о том, что они имеют на это право. Они объясняют им, что вы можете принимать участие в этом. И стало понятно, что огромное количество жителей Перу, в общем, были удовлетворены своей жизнью, но они просто не знали, что все может быть еще лучше. И теперь, когда обратная связь зачастую звучит следующим образом. Теперь, когда у меня столько информации, я знаю о том, что происходит, я могу принимать во всем участие. Для того, чтобы оценивать уровень жизни в городах и пригодность для жизни граждан, существует порядка 200 различных рейтингов по всему миру. Это такие, знаете, рамочные конструкции, которые позволяют нам более логично и рационально понять, как вообще обстоят дела в том или ином городе. Москва тоже, я уверена, участвует во многих из этих рейтингах. Вот этот слайд, например, и следующие несколько замечательные примеры того, с какими проблемами сталкивается среднестатистический гражданин, когда пытается оценить и узнать что-то о работе правительства. Я каждый раз, когда получаю какие-то данные, да, иду на сайт правительственный, и я вижу такую диаграмму, и я думаю, господи, что все это значит, как мне вот об этом, что это, это слишком сложно. И я делаю сразу, когда мне непонятно что-то, когда я пытаюсь понять, насколько правительство доступно со мной общается, в доступной форме, я использую такой мама-тест. Я думаю, интересно, моя мама поняла бы, что здесь написано, если нет, значит, это недостаточно ясно и прозрачно. Я вот вижу вот это, такую диаграмму, и думаю, так, а вот мой папа, например, моя сестра, смогли бы понять, что здесь написано? Если я, как среднестатистический гражданин, не могу понимать, что здесь написано, то как это поможет нам, вообще гражданам города или страны, улучшать подотчетность государства и правительства? Информацию, которую правительство предоставляет, должна быть максимально прозрачной и понятной. Перед вами пример одной из инициатив, которая объединяет граждан и непосредственно учит их использовать получаемые данные. В этом примере говорится о том, как граждане могут использовать эту информацию и непосредственно налаживать диалог с государством, с правительством. То есть речь не столько о получении информации, а об ее использовании для развития стратегии, которая в дальнейшем позволила бы нам улучшать эту подотчетность государства. То есть различные техники, инструменты, вот есть руководство информационной журналистики, как полученная нами информация может быть использована нами. И, ну, в заключении вопрос, который я ставлю открытым, как вот этот доступ к информации может оказывать влияние на правительство. Вы видите, что здесь есть разные требования, разная та информация, которую мы получаем, не всегда соответствует нашим требованиям. Нам нужно об этом тоже думать. Спасибо вам большое за внимание. Есть вопросы у Анастасии Владимировны. Прошу. Да, большое спасибо. Достаточно интересный доклад. Я бы хотела уточнить, какие из продуктов в Нью-Йорке на сегодняшний день вы считаете самыми оптимальными и эффективными, и которые надо было размножать и реализовать в других регионах? Могли бы нам порекомендовать? Есть несколько примеров, несколько продуктов. Во-первых, это аналитический офис мэра Блумберга. Сейчас он поддерживается также, несмотря на то, что у нас новый мэр. И этот офис только анализирует данные, которые собираются в городе, и публикует эти данные. И таким образом мы максимизируем вероятность того, что эти данные будут использоваться гражданами. Вы видели диаграммы, вы видели результаты опросов. Они все публикуются, они все отслеживаются. Каждый может посетить сайт, каждый может понять конкретно, что происходит, не только на уровне всего города, но и на уровне района. Они понимают статус любого запроса, который был сделан любым гражданином, любым представителем бизнеса в любом районе, и понять статус ответа. И, на мой взгляд, это великолепный пример такой службы. Второй пример – это прозрачность бюджета. Я знаю, что Москва и вообще Россия потратили очень много денег на интеграцию огромных программ. Мне кажется, это очень важно. Люди хотят понимать, на что пошли деньги и к чему они привели. Мне кажется, это очень важно. Какой статус услуг, который мне лично интересен, это первое. И есть большой спектр вопросов, связанных с использованием денег и налогообложения. На мой взгляд, это две главных основополагающих программы, которым нужно привлечь особое внимание. Если есть, спрашивайте. Если нет, я спрошу. Можно я задам вопрос? Скажите, пожалуйста, там, где эта система была внедрена, насколько удалось мэрам переизбраться после внедрения системы? Да. Вот вам пример Блумберга, мэра. Ему нужно было уйти со своей службы. Нет, вообще-то нет. Она уже 10 лет осуществляется в Нью-Йорке, и он, собственно, что сделал? Он только простимулировал ее для того, чтобы она приняла такой очень открытый вид. Поэтому мэра переизбрали. А будут его переизбирать? Не будут переизбирать после этой системы? Нет. Это не совсем так. Это по всей стране так. Это, наоборот, имеет положительный эффект на мэров, потому что гражданам интересно. Они видят статусы всех программ, всех услуг. И также очень помогает гражданам по всей США с точки зрения усилий мэра. Это обеспечение системы, которая предоставляет все больше возможностей на этих платформах. Открытые источники, новые нетривиальные источники, подходы. Особенно те вещи, которые релевантны для небольших городов, для небольших бизнесов, которые можно применить в узкой среде. Понятно, что в Нью-Йорке огромный бюджет, а в других маленьких городах бюджеты совсем маленькие. Поэтому также нужно отражать эти разницы на местах. Я просто, чтобы держаться в рамках, чтобы оставить время для широкой дискуссии, вы сможете вернуться к вашим вопросам к любому из присутствующих здесь. Сейчас, если можно, я бы предоставил слово Анастасии Раковой, заместителю мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителю аппарата правительства и так далее. Дорогие гости форума, сегодня бы я хотела рассказать о одной из задач, которую мы решаем в рамках тех, которые, как всегда, стоят перед нами мэр Москвы. Принципиальная задача, которая была поставлена 4 года назад – качественно изменить взаимоотношения власти и граждан. Когда мы начали анализировать, а когда же граждане с властью взаимодействуют? Понятно, это предоставление госуслуг. Второе – это жалобы. Население больше всего хочет жаловаться, и это правильно. Возникает вопрос, как относиться к жалобам? Есть две концепции, которые используют чиновники. Первое – жалобы то, что отвлекает нас от работы. Мы вынуждены вместо важных и нужных дел отвечать кому-то непонятно зачем и почему. Люди вообще не понимают, о чем они спрашивают, и какие-то у них мелкие проблемы. Это первая концепция. Вторая концепция заключается в том, что жалобу можно рассматривать как элемент бесплатного контроля. Когда ты на самом деле вынужден иметь огромное количество контролеров. Мэр же хочет, чтобы город был чистый, чтобы вовремя подбитали, чтобы убирали граффити. Но он не может около каждого дворника поставить своего личного контролера. Это не посыльные расходы для бюджета. А тут мы получаем контролеров заинтересованных, которые заинтересованы в решении проблемы больше, как кто другой. И мы в мэрии Москвы выбрали такую концепцию отношения к жителям. И поэтому развиваем систему общественного контроля за работой всех городских служб. Хотела бы сказать, что в 2011 году мы были первыми, кто открыл такую систему общественного контроля. Уже на сегодняшний день 23 субъекта федерации такую систему открыли. Вот на основании трехлетнего опыта работы нашего портала я хочу развеять один общераспространенный миф. Открыл одно электронное окно, считая все дело, создание эффективного общественного контроля закончил. Это далеко не так. Чтобы был естественно эффективный контроль, необходимо как минимум 7 базовых принципов, которые должны быть реализованы. Первый базовый принцип – публичность. Публичен должен быть в общественном пространстве как вопрос, так и ответ на него, подписанный должностным органом власти. То есть тем самым мы резко увеличиваем контроль за этим письмом. Когда я что попало, извините за выражение, написал гражданину, я надеюсь, что его никто не прочитает. А когда ответ публичен в сети, в интернете, у нас очень такая живая аудитория, которая быстро прокомментирует интеллектуальные способности чиновников. Но это еще не все. Важно, чтобы была обратная связь с конкретным заявителем. Поэтому у нас есть кнопка «Подтвердить или опровергнуть ответ». А проверка ответа включается в дополнительной контрольной службе. Более того, должна быть система волонтеров, просто неравнодушных граждан, которые еще за контролера обязательного, за потребителя могут проверить, как это работает. Вот только тогда есть публичность, которая минимизирует отписки. Но опять же, это не все. Она позволяет минимизировать, но не решить проблему отписок. Поэтому для того, чтобы проблему отписок по максимуму минимизировать, необходимо создать независимую, самостоятельную службу модерации. Эта служба модерации должна принимать не только обращения граждан, но и четко контролировать все ответы от профильных, заинтересованных, хочу подчеркнуть, органов. Вот несколько примеров. Мы проверяем все ответы. И все, что касается отписок, просто орфографических ошибок, либо непонятных аббревиатур, все возвращаем обратно. Вот тут наглядно показаны оговорки по Фрейду. Непонятная аббревиатура. И вот эту картинку нам прислали работники одних из органов власти, которые просто уже устали пытаться ответ стандартам нашим выдержать. Следующая вадная позиция – это вопрос касается того, что если вы создаете такие порталы, они должны быть изначально заточены на результат, а не процесс. Иными словами, если вы открыли электронное окно и сказали, дорогие граждане, пишите все, что хотите, жалуйтесь о том, все, что считаете нужным, то у вас будет по Чехову. Это будет стандартная жалоба на книга, которая будет просто в электронном виде, но дать результат она не сможет. Поэтому мы считаем, что обязательным это стандартизация и формализация всех бизнес-процессов. О чем идет речь? Все жалобы на портале четко классифицированы. Их классификация позволяет их четко привязать к органу власти, который отвечает за решение этой проблемы. На сегодняшний день у нас есть 24 темы, объекта, по которым можно пользоваться, и 150 тем. И мы не открыли их одновременно. Мы три года работали перед тем, как открывать каждую проблемную тему. Следующее важное направление – это единое окно. Что было раньше? Гражданин, кто бегал по разным инстанциям, пытаясь подать жалобу, а теперь пишет и ходит по всяким порталам, куда бы обратиться с этой жалобой. Гражданину же все равно, что за этот вопрос отвечают не городские, а федеральные структуры. Он ответ от меня, вы знаете, мы этот вопрос не решаем, поэтому идите в другое место, не может принять. Он внутренне не понимает, говорит, вы что, ребят, совсем что ли? Поэтому важен принцип одного окна. Здесь я хотела сказать, что мы очень много работаем над тем, чтобы все актуальные жалобы в городе принимались именно через вот это наше одно окно. И несмотря на то, что многие вопросы, которые волнуют граждан, это миграция, это санитарное состояние продуктов, которые там подают в магазинах, мы подключили к этой работе наших федеральных коллег. Здесь они присутствуют. И большое им спасибо, что они подключились к нам и начали отработать жалобы в том формате, в котором он есть, публично и в те сроки, о которых мы говорим. Более того, мы на этом не остановились. И так как у нас половина управляющих компаний частных, а у нас основная жалоба – это жалобы на дома, мы подключили к этой системе 370 частных управляющих компаний и заставляем их работать с той же долей открытости и в те же регламенты и сроки. Следующее важное направление – это новое для нас направление, которое мы обозвали так. Надо знать граждан, как есть, и самое главное, как должно быть. О чем идет речь? Очень многие граждане хотели бы сообщать о той или иной проблеме, но они просто не обладают информацией о том, о какой есть стандарт, чтобы понять, у нас норма или отклонение от стандарта. Поэтому большое внимание сейчас удаляем не только раскрытию информации на портале о тех работах, о стоимости этих работ, о сроках этих работ, об ответственных за работы, но и о том, какой стандарт этих работ должен быть, чтобы граждане могли сравнить факт со стандартом. Вот два наиболее наглядных примера. У нас в городе идет активная укладка тактильной плитки, но я даже не знала, что есть стандарт, который надо соблюдать, и только тогда дается эффект. Поэтому мы разместили в наглядной, понятной форме стандарт укладки тактильной плитки, и можете факт сравнить с нормативом. Или все типы рекламных конструкций, которые дозволительно размещать в городе Москве, тоже есть. И когда вы видите, что стоит машина, на которой большими буквами написана какая-то реклама, вы можете пройти и посмотреть. Такого типа рекламной конструкции нет, это нарушение. Поэтому берите и жалуйтесь на эту тему, а мы обязаны будем принять все необходимые меры. Следующее важное направление – это неотвратимость ответственности. Ну уж есть черта у нашего общества, при которой, если мы точно знаем, что есть шанс, что нас не накажут, тогда несколько снижается эффективность нашей работы всех, и мы чиновники не исключение. И поэтому для нас принципиальный принцип – неотвратимость наказания за такие нарушения, связанные с отработкой документов на портале. Что мы для этого делаем? Для нас принципиально, чтобы результаты работы на портале систематически были вписаны во все управленческие процессы, которые происходят. Что у нас есть на практике? Раз в месяц, в обязательном порядке, под камеры проходит публичная оперативка мэра, где сидят все лица, которые подписывают все эти жалобы, и мы разбираем все эти детали. Готовит отчет независимая служба и модерация, в которой нет необходимости что-то скрыть, а наоборот, есть необходимость подчеркнуть наличие этих проблем. Поверьте, у нас бывают очень жесткие оперативки, которые нередко кончаются увольнением, и все, кто живет в Москве, эти громкие наши дела знают. Более того, у нас есть четкий подход к примированию всех чиновников. И там есть понятные критерии примирования-депримирования автоматического, на основании автоматических отчетов, которые формируются на основании работы на портале. Ну и стандартные методы, от которых никуда не деться, это увольнение. У нас было уволено 63 человека за этот период, и вы знаете громкие увольнения, когда у нас некоторые чиновники пытались решить вопрос быстро и легко через фотошоп. Непосредственно должностные лица и сами главы были уволены. Последняя у нас ситуация была в июне, вы все помните. Глава управы Пресни был уволен за то, что вместо того, чтобы побежать и перевесить табличку на дом, просто сфотографировал другой дом и пытался выдать это за результаты своего труда. Более того, у нас накладываются штрафы на подрядные организации. В прошлом году таких штрафов было 250, и там представлены цифры о дисциплинарных взысканиях. Наконец-то наши чиновники начинают понимать, что невозможно скрыть какие-то процессы. Но следующий принцип, тоже очень важный, это прозрачность всех бизнес-процессов и их доработка на основании результатов работы портала. Для некоторых жалоб достаточно одного дня их решения, для некоторых месяц или два. И мы все время анализируем ситуацию. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, при которой по тому или иному направлению есть систематическая задержка сроков, это не разовая, это не эксцесс-исполнительная, это какая-то проблема с точки зрения организации бизнес-процесса. Мы, как сторонние наблюдатели, в принципе, могли сказать, ну мы-то здесь при чем? Вот наши коллеги плохо работают, но мы так не поступаем. Мы понимаем, что существует объективная проблема, мы вместе с коллегами ее анализируем и выносим на уровень мэра, на самый высокий уровень, чтобы обеспечить ее решение. Наглядный пример, который у нас был в прошлом году. Очень много было жалоб на то, что не работают во дворах светильники, фонари. И практически очень часто проблема не решалась десятками месяцев. Мы начали разбираться, в чем причина, и выяснили, что очень много фонарей являются бесхозными. И, соответственно, нельзя побежать после того, как получила жалобу, и вкрутить лампочку. Ты должен поставить на баланс, иначе, ну это просто уголовное преступление финансировано тех объектов, которые тебе не принадлежат. Мы обобщили все, вынесли все это на оперативку мэра, и очень быстро, поверьте мне, после этого в течение месяца приняли новый административный регламент, по которому все начали работать гораздо эффективнее. Теперь у нас средний срок постановки на баланс – два месяца решения всех этих вопросов. То есть жалоба в данном случае для нас является не каким-то негативным фактором, а это дополнительное основание для того, чтобы мы совершенствовали все бизнес-процессы. Многие в зале знают, мы открывали рубрику, связанную с незаконными объектами во дворах. У нас пошел такой вал этих обращений, тысяча, что мы не смогли их оперативно отработать. Мы понимали, что дальше так работать не можем. Мы закрыли приемку этих жалоб. Более десяти тысяч мы за этот период отработали. Проанализировали снова все бизнес-процессы. Проговорили, кто где виноват, почему разобрались со всеми префектурами, со всеми главами управ, со всеми отрасльными органами. И снова эту тему на портале открыли. Но я надеюсь, что это будет уже более качественная отработка вопросов. Потому что изначально мы просто даже не знали ваша бедствия на технологии работы. Следующее. И вот только соблюдение всех этих принципов позволило нам в итоге иметь 420 тысяч постоянных пользователей. Поверьте мне, для систематических жалоб это достаточно большой объем. 7 миллионов посещений, 317 тысяч решенных проблем. Мы только в прошлой неделе закончили социологическое исследование. 67% москвичей, а это 12-миллионный город, знают о наличии такого портала. И 84% доверяют его работе. Конечно, мы считаем, что людей надо все время привлекать. И сами активно занимаемся рекламой нашего портала. Наверное, всем надоели наши щиты, билборды, которые висят по всему городу, с одной стороны. С другой стороны, сами чиновники нас пиают. Вот тут сбоку нарисовано действительное объявление, которое мы сняли в доме, которое писали работники ДЭЗов и Управ. То есть они начинают понимать, что проще отработать хорошо, чем, не дай бог, получить потом жалобу. И начинается целая система разбирательства по этому поводу. Вот в какой ситуации мы находимся на сегодняшний день. Спасибо большое. Всё-таки у нас великая страна. Я понял, что у нас нельзя сесть, если разворовал... Спасибо большое. ...нельзя сесть, если во дворе крутил лампочку. И пройдёт только два месяца, и лампочка загорится. Чуть-чуть позже. Я сначала... Если нужно... Или вы хотите, чтобы это сорвать громко и... Нет, вопросов, да. Я всегда... Так, у кого есть вопросы из сидящих на первом ряду? Нет вопросов у него, какой сидящих? Чего нет вопросов? Санкт-Петербург по привычке прячет глаза. Не волнуйтесь, я... Я не отвечаю сразу же. А вы сразу отвечаете на вопрос. Так что, Анастасия Владимировна, если у вас вопросов нет, мы тогда... Ну, в зале, наверное, будут потом вопросы. В зале, если хотите, могу час задать, потому что, чтобы не прошёл накал. Ну, давайте, за кругу тянули. Нет, микрофон мы вам не дадим, пока не услышим, что вы хотите спросить. Шуток сейчас принесу. Называется премодерация. Где микрофон? Так, можно микрофон получить? Солнышко. Доброе утро, прибегай. Всё хорошо, не волнуйтесь. Всё хорошо, вам просто не видно. Вот здесь господин, он спрятался за стол. Спасибо. Спасибо. Я зовут Заборов Михаил, я активный гражданин, один из авторов крауссорсингового проекта по волонтерам. Соответственно, я благодарен Василию Владимировну за этот проект. Он там нуждается, конечно, в некоторых улучшениях, более дружелюбных модераций, естественно. Но, в принципе, он хорошо работает, и спасибо за него. Я хотел задать вопрос про другое. Все, что вы говорили, связывается с тем, что граждане контролируют власть. На самом деле, у граждан есть по закону, есть большая ответственность в том, чтобы принимать самостоятельные решения, связанные с выбором правильщик компании, собственным управлением думом и так далее. И сейчас я старше по подъезду, 8 лет был. Гаждане не хотят участвовать в этом. То есть они хотят, но у них нет возможности, они даже собраться не могут, чтобы решить какой-то просто вопрос. У них нет базовой... И проблема заключается в том, что нет нормальной базовой инфраструктуры, какой-то юридически изначальной, чтобы люди могли принимать решения на уровне своего дома. Сами никогда не создадут эту инфраструктуру. Думала ли городская власть о том, чтобы создать какой-нибудь ресурс, на котором собственники жилья могли обсуждать какие-то вопросы. И самое главное, принимать решения, которые зафиксированы как значимые. И все знают, что если ты хочешь на что-то повлиять, тебе не обязательно собирать весь дом. Ты можешь запустить какое-то обсуждение. И там какое-то количество людей проголосовало. Кто не проголосовало, то он, значит, неинтересный, это не его проблема. Но, по крайней мере, сейчас технически поменять управляющую компанию невозможно никак. Хотя это обязанность... А можно уточнить вопрос? Я понимаю, просто я хочу, чтобы все остальные это уже поняли. Вы хотите, чтобы ваших жителей подъезда за вас опросил Собянин? Нет, нет. Вы хотите, чтобы для вас власть создала структуру? То есть просто вот конкретно... Владимир, не надо это сам анализировать. Я хочу, чтобы была создана инфраструктура, которая позволяет людям с минимальными затратами принимать решения. Это сложные управленческие решения, которые требуют очень большое количество времени. И это решение должно относиться к выбору управляющей компании. Это вопрос заключается в том, чтобы создать инфраструктуру и позволяет принимать решения, связанные с общим имуществом дома, в частности, выбором управляющей компании. На самом деле, абсолютно правильно. У нас действительно есть инерция жителей, и не все понимают, что они собственники домов и должны нести за него ответственность и могут собраться. И, конечно, правильно говорят, что если бы инфраструктура была, то было бы проще воспользоваться, но здесь проблема не в отсутствии инфраструктуры. Вопрос законодательный. На сегодняшний день есть критерии. Когда общее собрание считается состоявшимися? И какие документы может быть? Я сформатирую такой портал, где можно будет голосовать. Эти результаты голосования не смогут быть обязательными. Поэтому давайте посмотрим, где у нас законодательных таких требований нет, и мы готовы такие дополнительные сервисы по активизации людей, как собственники, проработать. Но делать это там, где есть прямые требования закона, просто неэффективно. Я просто к чему? Отнюдь не иронизировал. Просто очень часто люди на местах зарождают ростки инфраструктуры, которые легче подхватить городской власти и ее воплотить. Я просто думал, что если у вас есть какая-то наработка, ну вдруг вы Цукерберг, и у вас есть такой свой тайный фейсбук, поэтому сработало. Да, я понимаю, сейчас еще два коротких вопроса. Вот гражданин встал, который... Не-не-не, чуть дальше. Добрый день, Семенов Сергей, волонтер Москвы. Это все основные лица, к которым мы встречаемся каждый день. Я хотел задать следующий вопрос. Буквально на той неделе я заходил в управу, они в принципе не умеют работать с порталом. То есть мы как волонтеры готовы прийти, даже помочь им, как обучить работе портала. Потому что, ну это реально проблема. То есть они просто теряются, когда получают жалобы, у них там какой-то безумный вид, они бегают. Ну уже хорошо, что не бегают, потому что раньше они вообще не замечали эти жалобы. Какой механизм обучения самих работников управляющих компаний? Ну, управ. Ну, в общем, на самом деле очень жесткий механизм. Скажите, где это управа, который не знает, что делать? Мне даже интересно, где еще такая управа есть. Вот, то есть действительно... Я не рекрет на адрес. Мы уточним, обязательно уточним. Вот. У нас на самом деле здесь присутствует Владимир Гавердовский, он руководит префектурой. Он расскажет, как он обучает своих глав. Добрый день. Ну, знаете, здесь вот прозвучало о том, что глава не знает, как работать с порталом. Но я, конечно, сегодня даже по количеству обращений, которое прошло за весь период, вот я скажу за свой округ, я префект северо-западного округа. Это где-то порядка миллиона человек, если быть точным, 957 тысяч. Вот. И порядка трех тысяч жилых домов. И, знаете, у меня за весь период прошло порядка 30 тысяч обращений на портал. Только вот мы посмотрели, за вот этот период мы решили 25 тысяч вопросов. А это всего 8 районов. Конечно, главам управ очень нелегко, я вам скажу. И поначалу вообще мы это все восприняли, как такое вот, мы подумали, нас решили загнать в тупик и уничтожить просто. Вот. Но постепенно мы адаптировались, разобрались, научились. И сегодня, я скажу, что не в одном районе, но вот я скажу за свой округ, нет такого главы управа, который не знает, как работать с порталом. Мы все знаем, как работать. Единственное, бывает что? Бывает, в связи с тем, что завязаны, вот как уже сказала Анастасия Владимировна, в том числе и федеральные структуры, и есть, ну, как бы вопросы со взаимодействием, и как бы внутренние наши вопросы, вот тут есть проблема. А как работать, что отвечать, мы знаем. Я скажу, что работает это очень эффективно. Мы курсы дополнительно проводим, вот у нас Наталья Климова все встречается с ними. Помогу, чтобы знали, кто еще есть в зале, если вдруг захотите адресовать вопросы. Ну, вы уже осознали присутствие господина Гавердовского. Также здесь есть Алексей Алексеевич Немирюк, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы. Елена Евгеньевна Андреевна, вы видите, перед вами. Также у нас Алексей Шапошников, представитель Московской городской думы. Должен быть Александр Анатольевич Аслон. Я просто не увидел, успел он зайти или нет. Не смог, да, Александр Анатольевич? Жаль. И Тоби Эскок, основатель Вердент Васс Гамбургер, эксперт GMBG, эксперт в области участия граждан в городском управлении Германии. Вы хотите что-то сказать? Сначала я должен предоставить слово. Так что прошу, Елена Евгеньевна, руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москвы. Мне очень приятно, что мы сегодня участвуем в этом обсуждении, потому что, как сказала Анастасия Владимировна, действительно, федеральные структуры впервые привлечены к работе на портале «Наш город». Мы анонсировали это соглашение, которое было подписано между мэром Москвы и руководителем Федеральной службы Папы Войны Юрьевны в сентябре. И очень активно служба стала работать с порталом. Причем, я не знаю, в отличие от, может быть, глав управ, мы очень быстро обучились этому всему, потому что, кроме тех жалоб, которые мы получаем, а за прошлый год мы получили около 50 тысяч обращений, то есть служба работает где-то 50% на плановых проверках и 50% на проверках по вашим обращениям. А я так думаю, что все сидящие здесь, жаль, являются или москвичами, или гостями столицы, и в той или иной степени вы обязательно сталкивались с нарушениями в сфере торговли, общественного питания, здравоохранения, ЖКХ. Но вот, когда мы анонсировали портал, то мы посчитали, что те жалобы, которые на сегодняшний момент самые актуальные для москвичей, это все-таки жалобы, которые касаются продовольственных товаров. Мы, безусловно, будем его расширять, но посчитали, что это будет начало. И на именно это мы посчитали, что мы можем как бы опробовать рассмотрение этих жалоб. Причем, если поначалу срок у нас стоял 8 дней, мы поняли, что это физически невозможно, потому что вы прекрасно знаете, что у нас действует 294-й федеральный закон, и мы обязаны любой выход на проверку согласовывать с прокуратурой города Москвы или прокуратурой округов. И, тем не менее, по аналитике, которая у нас ведется постоянно, мы с сентября месяца проверили уже 177 подобных обращений. Средний срок у нас рассмотрения где-то 20, где-то 10, где-то 30 дней, все зависит от того, какой объект. У нас очень активные граждане и активно пользуются этим порталом в Восточном округе. У нас самое большое количество обращений по Восточному округу. Мы разделили портал на две части. Это нарушение сроков реализации, нарушение санитарных норм и правил при организации продуктов питания и реализации продуктов питания. У нас жалобы москвичей разделились. Все-таки больше волнует реализация скоропортящейся продукции и нарушения, которые нам указывают москвичи. Вы понимаете прекрасно, что санитарного врача в каждый магазин поставить физически невозможно. Тем не менее, по жалобам жителей мы выходим очень активно. И у нас уже на сегодняшний момент закрыты два объекта торговли. Причем у нас есть такое право, что если мы приходим на проверку и видим, что у нас нарушения несовместимые с дальнейшим функционированием объекта, у нас такое есть право в рамках административного кодекса опечатывать объект, что мы сделали незамедлительно. Таких объектов у нас два. У нас уже 20 обращений в суд за нарушение технических регламентов, потому что нарушение сроков реализации той же молочной кислой продукции, если у нас она реализуется до последнего глазированного сырка или пачки сметаны, и у нас управляющим магазином не считают нужным своевременно ее снять, а жители города, приходящие в магазин, покупающие эту продукцию за собственные деньги, имеют просто элементарное право купить продукт свежий, и это обязанность магазинов, то мы на сегодняшний момент обращаемся в суд. Это уже не наши 5, 10, 15, 20 тысяч, а это нарушение технических регламентов, и первая статья 1443, часть 1, от 100 до 300 тысяч. То есть мы считаем, что когда мы применяем такие меры административного воздействия, любой владелец магазина должен оценить риски для своего торгового предприятия. Но, тем не менее, сейчас идет карта, карта нарушителей в городе Москве. У нас нарушители – это в основном сетевики. Первое место у нас магазин «Перекресток» держит, причем это во всех округах. Дальше у нас магазины и Билла, и ТЭК-продукты, это Магнолия, и Дикси-Юг. То есть это, в общем, сетевые объекты, которые пока на сегодняшний момент считают, что им легче нарушать и платить штрафные санкции. И это, видимо, определено в группу их риска бизнеса, нежели все-таки не нарушать и соблюдать правила. И на сегодняшний момент у нас есть возможность оценивать на портале «Наш город», что нам очень важно, те магазины, которые попадают в жалобы москвичей неоднократно, потому что тогда мы применяем уже статью не части первой, не части второй, а части третьей. А часть третьей, уважаемые коллеги, это с 700 до 1000 до миллиона рублей с конфискацией товара. Что мы считаем, наконец, должно все-таки дать возможность задуматься бизнесу, что легче делать, все-таки торговать, не нарушая сроки, или все-таки соблюдать, или вот платить такие штрафные санкции. И вторая часть нарушений у нас, которая касается реализации продуктов питания в магазинах, которые имеют недотворительное санитарное содержание, где мусорные контейнерные площадки переполнены. Не всегда у нас это подтверждается, потому что я вам уже сказала, что сроки рассмотрения у нас могут быть 10-15 дней, пока к нам придет эта жалоба, пока мы ее согласуем в прокуратуре, и пока мы выйдем на объект, то, в общем, есть надежда, что они этот мусорный контейнер все-таки уже, наконец, вывезут. И поэтому по таким жалобам у нас меньше подтвержденных фактов. Также мы очень грамотно разработали систему, работая с модераторами сайта, для того, чтобы мы не тратили время на уточнение юридических лиц, потому что нам нужно не брендовое название магазина, а именно название юридического лица. И поэтому, когда мы заполняем распоряжение на проведение проверки, мы очень мало тратим времени на уточнение разных деталей, потому что так грамотно сформирован сайт, что мы можем на основании тех положений, которые заполняют нам жители города, сразу выписывать распоряжение и согласовывать это с прокуратурой. На сегодняшний момент, что еще очень важно, если раньше обращение жителей, если к нам обращаются по электронной почте, мы отвечали, и читал это только сам житель, и он видел, что мы сделали. Мы могли закрыть магазин, мы могли опечатать, мы могли оштрафовать на одной проверке по разным статьям кодекса, а у нас 74 состава, там до 700-800 тысяч рублей, вот то, о чем сказал Владимир, что мы страшно кошмарим бизнес. Ну пусть они сами выбирают, где они сами себя кошмарят, потому что никто ничего не придумывает. Поверьте мне, что когда мы приходим на проверки, эти нарушения настолько явные, они настолько явно лежат на поверхности, что даже ничего не надо специально знать, чтобы эти нарушения видеть, или чтобы каким-то образом иметь какие-то специальные знания, для того, чтобы их каким-то образом пытаться выяснить, и найти, и что-то копать. Но на сегодняшний момент суть сайта такова, что любой житель города, который обращается в любом округе Москвы и просит помочь с решением проблемы, все могут зайти на портал, и почитать, и увидеть, что сделала служба, и как она отреагировала для того, чтобы то самое нарушение, которое выявил один житель в одном округе Москвы, было устранено специалистами Роспотребнадзора, санитарной службы города, как мы отреагировали. То есть наши ответы читают, у нас, слава богу, не было вопросов, что мы ответили не так, или мы нарушили, у нас там есть орфографические ошибки, слава богу, у нас с высшим медицинским образованием работают службы специалисты. Но, тем не менее, это очень важно, когда жители города, заходящие на портал, могут увидеть реакцию службы и посмотреть, как мы реагируем на другие обращения граждан. У нас, правда, было 48 обращений, и это был, видимо, тестовый режим портала в самом начале сентября, где мы не выходили в магазины, где был неправильно указан адрес, где мы просто физически не могли помочь. И где-то около, наверное, 40 обращений, которые не подтвердились, но вот это то, что я сказала, касается санитарного содержания. Там, где у нас сроки реализации нарушены, вот проходит 10-15 дней, мы выходим, и всё то же самое продолжается. То есть это те жалобы, которые на сегодняшний момент для нас очень важны. Мы очень рассчитываем, что в будущем мы будем расширять зоны вопросов, и, может быть, это будет не только торговля, это будет общественное питание. И меня часто спрашивают, хватит ли у службы сил. И мы заранее на будущее уже отработали систему, что мы можем привлекать инспекцию по качеству, которая существует в Москве, для мониторинга ситуации перед тем, как обращаться в прокуратуру. Во всяком случае, мы отработали механизмы, которые позволят нам и в будущем очень оперативно реагировать на подобные жалобы москвичей. А можно безстать на вопрос? Сколько у вас ангелов по Апокалипсису работают? Ну, вот смотрите, у нас службы на сегодняшний момент из тысячи, заполнена она у нас на 78%, это где-то 746 человек, надзорников, именно те, которые могут выходить на проверки, 462. И они каждый день работают? Ну, где-то... У нас же не нормированный рабочий день, Владимир. Мы работаем по выходным, по субботам, по воскресеньям, по ночам. Всё же зависит от ситуации в городе. А какая у них средняя зарплата? У нас зарплата очень маленькая, но мэр Москвы нас поддерживает, и средняя зарплата на сегодняшний момент, наверное, 1040. А есть службы, которые проверяют, сколько и как берут ваши бойцы? Берут в каком смысле? Прямо, в карман. Что им есть в виду? Но есть контроль над тем, сколько стоит от вас отбиться. Но если люди идут работать на копейки, в структуру, где ни дня, ни сна, ни отдыха, и так тяжело, они кто? Они большевики первой волны? А я вам сейчас объясню. А я вам объясню. Просто дело в том, что когда вы заканчиваете первый медицинский институт по специальности медико-профилактическое дело, вы физически можете уйти, только работаете ли в нашу службу, или эпидемиологом в районную больницу. Просто люди выбирают. То есть они не человеконенавистники? Они не человеконенавистники. Они, кстати, совершенно нормальные люди с семьями. Просто они понимают, что если в городе этим заниматься не будет никто, ну тогда, я не знаю, конечно, можно пойти в Глобус-Гурме и купить там продукты, но я просто не знаю, насколько все стоят. Вы можете зайти в Глобус-Гурме, но, судя по всему, скоро и останутся только Глобус-Гурме. Потому что чем дальше идет из-за экономического кризиса, то очевидно, что точек для проверки будет все меньше. Людей у вас будет все столько же. Мне просто интересно понять, кто проверяет проверяющих. Я ничего не имею против вас. Проверяющих, наверное, проверяют органы в случае, если есть обращение на нашу службу, но вот за последние пять лет обращений никаких нету. И, кстати, когда разговаривали с бизнесом, а мы встречаемся с бизнесом очень часто, и площадки используем различные, они-то как раз говорят, что вот к вам вопросов-то меньше всего. Понятно. Как к службе. То есть, они выпитающиеся исключительно духом святым. Господин Верюк, мешает работать? Помогает. Давайте дадим микрофончик. Просто интересно понять, как это... Просто вот в первом выступлении нашего американского коллеги прозвучало слово, которое мне кажется принципиально важным. Это слово values. То есть вот когда речь шла о том, для чего это все. То есть вот это самый важный вопрос ценности. Для чего мы это все делаем? То есть кто в центре решения проблем? Как их проверять и кошмарить? Наша страна умеет 70 с лишним лет. А вот как развивать, чтобы было что? Тем более в условиях кризиса, когда и так им все тяжелее и тяжелее. Владимир, ну на самом деле 70 лет на два этапа все равно делятся. Да, 70 первых и 20 других мы научились кошмарить немножко иначе. Да, еще страшнее. И научились кошмарить теперь уже и чиновников, и полицию, которая, наверное, запугана так, что порой не влезает ни в какие разборки, просто стоит в стороне. Тереса говорила о том, что они стараются публичить информацию, проводят мама-тесты. И мне было даже интересно задать вопрос по анализу их сайтов, правительных сайтов, насколько, сколько из этих сайтов, условно говоря, в процентном соотношении проходят эти тесты, и насколько действительно информация публичная и доступная, насколько она действительно нужна людям. Допустим, анализ воздуха в Сингапуре, ну я не знаю, насколько вот сидящим здесь, в этом зале, если бы мы уже были жителями Сингапура, эта информация действительно важна. А вот важна информация о расходах, которые тратит город, тратит Нью-Йорк, тратит, может быть, американское правительство на развитие демократии в Украине, к примеру, да, ведь... И стоимость печенюшек, да, я понимаю. Мало этого, они еще и негров линчуют, правда, это никак не помогает падающему рублю. Но насколько действительно информация адекватна, и насколько она необходима. То, что касается этого портала, действительно, мы ушли намного дальше. И наш департамент был одним из первых, Елена Гейна подключилась, уже чуть позже, именно не просто по информированию населения, да, о том, что происходит в городе, и куда уходят бюджетные деньги. Это уже некий инструмент о том, как мы должны себя вести. И это как раз-таки вопрос не из-за кошмаривания, там, бизнеса, там, седьмого континента, или там, X5, или глобус Гурме, кого угодно. Это уже вопрос идет именно о том, что мы стараемся находить инструменты управления. Действительно, не всегда чиновники, даже с небольшой зарплатой, могут охватить весь город, увидеть все то, что там происходит. Это дополнительный инструмент, совершенно конкретный, я думаю, многие сидящие здесь, либо те жители, которые его уже оценили через различные наши сайты, это видят. Это действительно тот инструмент, на мой взгляд, с которым мы ушли намного дальше. Я не знаю, есть ли там в Нью-Йорке такой портал, насколько он работает, но побывав, допустим, за последние несколько лет в различных столицах и городах, общаясь с коллегами на предмет, опять же, информирования и развития различных сайтов, я вижу, что вот именно такого инструмента практически еще ни у кого нет. Портал классный, здесь вопрос. Валд, можно еще добавить? Для того, чтобы мы же изначально, когда открываем то или иное жалобу, мы оцениваем все риски. И, конечно, перед этим мы оцениваем риски того, что могут просто пытаться один бизнес слегка повредить другому. Поэтому у нас очень четко, у нас всего две жалобы и обязательно фотография, что товар просрочен со срокового использования из даты, когда сделана фотография, и показать, где реальные тараканы. То есть, вы зайдите на портал и посмотрите, какие факты там приводятся. Они в силу фотографий бесспорные, потому что у нас служба модерации должна объективно оценить это все. А так просто написать в том-то магазине что-то не то невозможно, фотография обязательно условия. И поэтому только две жалобы, а не 585, как могло бы быть. Мы очень четко оцениваем возможные риски. Да, пожалуйста, просто кнопочку нажмите, чтобы загорелось. Мы же не все жалобы, на которые к нам поступают, у нас подтверждаются. Нам 48 жалоб не подтвердилось. И мы говорим, но если они не нарушили к этому моменту, когда мы вышли, за что мы должны их штрафовать. И мы так честно и отвечаем жителю, что к моменту, когда мы вышли, все нарушения устранены. И у нас жалоба не подтверждается. И это воспринимается очень спокойно, потому что мы точно так же в подтверждении своих слов делаем точно такие же фотоматериалы и фотофиксацию. И нас не в чем в данном случае уличить. Да, пожалуйста. А кто у тебя от бизнеса есть? Наталья Розина, волонтер портала «Наш город». Сначала хочу спасибо сказать за гаражи «Ракушки». 500 штук в Олимпийской деревне были убраны благодаря тому, о чем вы рассказали. У нас наконец появились парковочные места. До этого без портала это было нереально убрать, несмотря на всю незаконность. У меня вопрос такой по поводу портала. У нас вчера мэр сказал, что в связи ни с какими кризисами снижаться финансирование всяких городских программ не будет, но уже сейчас на портале коллеги мне не дадут соврать, есть ответы чиновников наших, которые пишут, что этот проект или там детская площадка, ремонт бордюрного камня одного не может быть проведено в соответствии с каким-то 26-ым ФЗ, какие-то там аббревиатуры страшные, потому что типа из-за курса доллара, финансирования и так далее. Это даже не вопрос, а просто просьба разобраться, что это за ФЗ и почему наши чиновники начали копипаст на очень многие запросы о ремонте, о чем-то, ссылаться на какой-то закон или разъяснить нам, что это за закон. Я вас страшно обижу, сейчас, конечно, ответим, но имелся в виду вопрос по той теме, которая прямо сейчас, потом можно будет и любой. А по тараканам, к счастью, вопросов нет, они не тщательно работают. Я заметил, да. Еще, знаете, так иногда бывает, ты говоришь, у вас есть вопрос, он долго высказывается с этой точки зрения, когда я спрашиваю вопрос, говорят, который час. Ну, можно и так, да. Нет, у меня вопрос был. Я понял. Так, у нас есть ответ? Мы разберемся в этой ситуации, вот, может быть, это какие-то дополнительные потребности в каких-то масштабных работах, и она поэтому не всегда может быть. Я думаю, что я просто не знаю, правда, ответ, если такие факты есть, мы посмотрим ответ. У нас на текущее содержание все стандарты есть, и будем проверять. Ну, простите, сейчас это уже превращается... У вас один бордюрный камень? Сколько денег стоит? Просто, знаете, когда очередь к Богу, иногда дешевле заплатить за бордюрный камень, чтобы не занимать очередь. Я про то же, да. То есть, скажите, сколько стоит? Назовите уже сумму. Тут есть, кстати, еще люди из Сбербанка, они помогут. Давайте предоставим слово нашему питерскому коллеге, господин Громов. Добрый день, коллеги. На самом деле, предыдущие выступающие рассказали, наверное, 80% из того, что было сделано, в том числе и в Санкт-Петербурге. Мы действительно брали пример Москвы как пример, наверное, образцового портала с точки зрения работы, с точки зрения внутренней организации процессов. Главное наше отличие в том, что мы стартовали только в этом году, но по самому набору набору функционала портала мы, конечно, постарались догнать Москву в короткий срок. Из всех перечисленных ситуаций, которые я услышал в дискуссиях, чем отличается Санкт-Петербург от Москвы? Очень жестко, очень страшно, по моему мнению, и это такая, наверное, одна из приоритетных проблем, с которыми нам придется столкнуться. Первое – это неоднородность структуры власти с точки зрения организации районных каких-то, в Москве это префектуры, в Санкт-Петербурге это исключительно район. При маршрутизации любого сообщения, при выстраивании идеологии любого сообщения по отработке этой проблемы ты не можешь сделать понятный, внятный ответ в каждом из 18 районов Питера. То есть одна проблема может решаться 18 разных раз в каждом своем случае. Это наша техническая проблема, которую мы до сих пор не решили. И как раз существование нашего портала показало и вскрыло все те недостатки административного управления в Питере по отношению к Москве. Вторая очень гигантская проблема – это то, что есть очень понятные, внятные проблемы желания граждан, но не существует технического решения этой проблемы. Очень простой пример приведу. Безнадзорные животные. Есть какой-то двор, в котором есть две категории горожан. Одни горожане любят собак, другие не любят собак. Одни жалуются «давайте уберем собак». Регламент действия по отношению к безнадзорным животным говорит о том, что их только, простите, кастрируют, но убирать их никто не убирает. Вот огромное количество житейских ситуаций в любом большом мегаполисе физически не имеет в настоящий момент решения. Но зато порталы такого плана очень четко показывают то, что эти проблемы есть, их надо действительно выносить на уровень всей администрации города, на уровень мэра, и, собственно, мэр будет, губернатор будет смотреть и понимать, как в том или ином случае указанную ситуацию решить. Есть огромная ответственность социальная у каждого чиновника в нашей стране. Она есть пока только на уровне понимания, но нет ее в физическом смысле. Безусловно, часть проблем, которые мы имеем при осуществлении своей функциональной деятельности, они по логике и вещей должны быть жестко зарегламентированы, в них есть понятные заложенные инструменты для решения этих проблем, но физически бюджет, сроки, временные рамки не позволяют их решить. Вот подобные порталы с жестким административным давлением заставляют чиновника работать не за зарплату. И это очень ключевой момент, который мало кто понимает не из чиновничной среды. У тебя есть понятно расписанный день, ты можешь понятно расписанный год, ты связан тем набором функций, которые связаны с бюджетом или там с твоей административной, не с административной, с твоей просто функциональной деятельностью прописанной в твоем регламенте работы. Так вот, когда ты сталкиваешься с такими проектами социального контроля, ты впервые начинаешь понимать, что должность чиновника это не просто должность, это еще и ответственность персональная. По-другому заставить лично у меня каких-то своих коллег никак не получалось. Я слышал здесь выступление префекта одного из округов, достаточно позитивное, но с такой вот стрункой надрыва о том, что вот столько-то я уже отработал этих сообщений. Безусловно, те лица, которые вовлечены в эту работу с точки зрения работы городского хозяйства, становятся, как сказать, чиновниками-изгоями внутри администрации любого города. Почему? Потому что ты физически разрушаешь состоявшееся болото, которое прекрасно функционирует, позволяет жить в нем и вот так выстаешь такую палку, начнешь стучать по этой воде, чтобы волны расходились. Это очень тяжело с эмоциональной и моральной точки при своей работе. Если нет поддержки первого лица, физически реализация таких проектов невозможна, как класс. Вот не знаю, услышат нас другие какие-то субъекты или нет, вы увидели, какое количество субъектов пошло по этому пути. Мы внутри своего закрытого общаемся среди таких же сотрудников, руководителей, как и я. Я везде вижу одну и ту же проблему. Есть поддержка руководства города, есть понимание того, что ты делаешь нужное правильное дело, зачастую с перегибами. Как уже сказали, что ряд категорий приходится закрывать, потому что их нельзя реализовать. Вот ты сейчас находишься на той стадии, когда ты, пройдя ножками весь регламент исполнения любого обращения, ты не можешь физически решить, пока ты не справишь структуру взаимодействия пяти-шести служб, люто ненавидящих друг друга, перекладывающих ответственность друг друга на своего соседа. То есть ключевой посыл организации такого продукта первое лицо. Первое лицо за, все, первое лицо против, шансов исполнить это решение у вас физически не будет. Ну и, конечно, никто из тех людей, которые смотрят на этот процесс со стороны, не вникая в суть, не понимает трудозатраты, финансовые затраты такого проекта. Для всех кажется, это простая портальная форма, которая маршрутизирует то или иное сообщение, и что проще, казалось бы, взять, скопирую одно решение, где люди уже прошли этот этап, и сделаю себя с точки зрения маршрутов сообщением. Нет, за каждым субъектом будет стоять своя собственная история. Эта история жестко привязана к существующим традициям, нормативным, физическим, нравственным в конкретном субъекте. Без глубокой оценки работы, которую провели москвичи, я считаю, что не меньше работы проведена в Санкт-Петербурге, по сути, мы за год догнали по количеству категорий Москву, но, может быть, не настолько детализировали их, это наша проблема, которую мы, собственно, планируем решать в 2015 году. Объем трудозатрат, финансовых затрат, который на это идет, крайне сложно доказать большому количеству людей, которые не вовлечены в процессы. Не можешь доказать такому количеству людей, тебя затопчут, показывая твою неэффективность с точки зрения траты как бюджета, так и собственного личного времени. Это очень важное понимание, которое должно быть у всех руководителей города на любом уровне. В заключение хочу сказать, что внешний контроль, который осуществляют горожане, мне кажется, это единственный путь к прозрачному, реально работающему, экономически эффективному аппарату любой администрации, любого регионального субъекта. Без этих процедур, без этой публичности, без вот этой открытости никогда в жизни ни один город не станет комфортным для горожанин. Чем быстрее мы поймем этот путь, что это единственный возможный путь, что мы можем вбухивать огромное колоссальное количество средств, каких-то сумасшедших по своим количествам нулей в любые проекты, если нет внятной, понятной, понятной по мамотесту, который прекрасно показывает, что любой гражданин понимает, что ты сделал. Все, лирика, все остальное это просто демагоги и разглагольственные и траты бюджета. Если ты сделал эту структуру контроля, если ты сделал оценку своей эффективности не с точки зрения условно придуманных кипяев, которые не всегда отражают реальную сущность, потому что законодательство и бюджет у нас разные, а по тесту со стороны горожанина, все, ты в тупике, ты остановился, ты больше развиваться не будешь. Владимир, у меня все, потому что коллеги все занимаетесь вопросами, просто я хотела спросить, как вы говорите о том, что это требует больших финансовых ресурсов. Я бы хотела оспорить со стороны Москвы, я не понимаю, о чем ведет речь, у нас на самом деле никаких дополнительных денег ни по какому направлению не выделялось. Вопрос в том, что мы открываем те направления, которые предварительно уже отработали. Вот есть у нас программа развития и содержания дворов, и мы понимаем, что мы ее финансируем адекватно. То, что нет должной реализации на практике, это проблема не отсутствия финансирования, а не должного администрирования этого процесса. Мы отрабатываем весь процесс и потом открываем жалобу. Какой смысл сначала открывать тему, в которую вы не собираетесь вкладывать деньги, в которую нет административной отработки и расписываться в своей и за всем компетентности? Ну, с точки зрения последовательности действий, первым шагом для того, чтобы вообще физически появилось у комитета по информатизации связи запустить этот портал, это было на волне популярности госуслуг я забрал на функционал административной реформы в городе. То есть, я получил инструмент физически позволяющий мне действительно проводить отработку регламента. Суть бюджетных трат сводится не к работе связанной с отработкой регламентов. На административной реформе все натренировались как привести услугу в госуслугу или привести в электронный виде реализовать. Я говорю про то, что затрата указанного проекта состоит из ряда компонентов. Я услышал наличие волонтеров, я услышал и изучил опыт краудсорсинга, я услышал стоимость создания технического продукта с точки зрения анализа бюджета, просто взял и сложил цифры. Санкт-Петербург потратил на этот проект порядка 19-20 миллионов совокупно на все. Это весь проект от начала и до конца. Мы сделали огромную ошибку, что не послушались вас когда в начале года запускали саму структуру технического проекта, когда мы взяли и шли методом интеграции разных информационных существующих ресурсов, они создали один продукт с личным кабинетом. Это главная наша ошибка, что стоимость была бы в три раза ниже. Нам пришлось заново переделывать всю вопрос. Здравствуйте. Захаров Дмитрий, депутат Екиманки и блогер. Хотелось бы поблагодарить всех причастных за создание портала, потому что это реально хороший инструмент. Он нас даже породил проект «Московский порядок», который не дает чиновникам скучать с помощью этого портала. И вопрос такой. Вот есть на Октябрьский переход, там есть электропандус для инвалидов, который не работает, но изначально. Где-то полтора года пошла первая жалоба на портал, и департамент ЖКХ нам постоянно отчитывается, что будет сделана та дата. Та дата наступает, срок переносится, и это длится уже полтора года. Возможно ли сделать какую-то кнопку на портале, чтобы на вот такие случаи обращать внимание, потому что для департамента ЖКХ это отписка, а инвалиды не могут пользоваться чем-то. Разберемся, что-то непонятное вопрос, жалоба, мы индивидуально останемся, скажите номер этой жалобы, мы индивидуально с ней разберемся. У нас такого не бывает, в принципе, ежемесячный контроль подводится. Полтора года. Давайте мы разберемся с ней. Есть желание поддержать беседу, поделиться с опытом? Просто как у вас настроение, так у нас времени крайне немного. Для Тобиаса перевели? То есть 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 желание поделиться опытом, дадим микрофон. Здравствуйте, Тобиас Клук. У нас также есть аналогичные порталы в Германии для наших городов. И в нашем опыте в долгосрочной перспективе граждане действительно заинтересованы в этих проектах, они очень хорошо их воспринимают и используют в своих обществах. И также это улучшает работу администрации существенно, потому что по сути это работает как краудсорсинг. Это инструмент сокращения объемов заявок, потому что люди видят повторяемость и они просто концентрируются на конкретных вещах. Поэтому это также упрощает систему и для граждан, и для администрации, потому что они видят все абсолютно наглядно и работают на максимальной мощности. замечания. Все рады? Это хорошо. Да, пожалуйста. Микрофончик сейчас передадим. Спасибо большое. Муниципальный депутат Гагаринского района. Действительно хороший проект город точка МОЗ. В Гагаринском районе он сильно работает, но в последнее время, знаете, появились такие моменты, что идентификация иногда именно скажем так заявителя, который обращается, она порождает массу негативных жалоб по одному и тому же дому, например. То есть, это сводит к определенному дисбалансу. Право, конечно, начинает прыгать, бежать, скачет она, но это говорит о том, что мы должны прийти все-таки к персоналям. То есть, идентификация гражданина, который должен быть и отвечать за ту жалобу, которую он пишет. Если он написал, ну, она долго там развивается, она ушла на модерацию, там, 8 дней, не сразу решается, он пишет через 8 дней еще, но уже под другим ником, например, там, Кирилл 2, там, А если он тупо наврал? А если он, нет, он может не врет, он может быть наоборот, то есть, он создает вокруг себя несколько ботов таких, да, то есть, которые пишут, пишут, и давай мы, например, главу управу завтра скинем, напишем 100 обращений, там, в мэрии Москвы зашкалят, например, да, и Гагаринский район будет снова впереди в планеты всей. Поэтому, мне тоже, мне кажется, здесь надо подходить к вопросу идентификации, зная, что эта тема очень остро стоит, ну, вот все-таки как вот вопрос будет решаться в дальнейшем? Отличный вопрос, можно, мне прям хочется очень ответить. Когда по одной и той же проблеме обращаются сто раз разные боты, и вы эту проблему решите, у вас показатели эффективности резко зашкалят. Я категорический противник идентификации людей на портале. Мы знаем, как умеют наши работы чиновники и куда они умеют ходить. Мы специально ввели систему, которая не идентифицирует людей, это первое. Во-вторых, если вы считаете, что жалобы нет и вас просто троллят, когда отпишитесь и покажите фотографию, что это не так, и к вам выйдет контрольная служба вместе с волонтерами и подтвердит, что это не так. Мне без конца рассказывают историю, что вы знаете, у нас есть такие нехорошие люди, которые просто хотят свалить в главу управы. Я говорю, зачем вы жалобу-то признаете, друзья мои? Не признавайте, и тогда у вас не будет никаких проблем. А боты вам только повышают позитивную статистику и минимизируют вашу работу. Один раздел, 100 ботов довольны. Дайте, пожалуйста, микрофон человеку, он давно просил, еще до начала. Микрофон можно дать? Да, конечно. Нет, вам нельзя, потому что вы пришли в середине, вы не обращали внимания на то, что было, и пытаетесь устроить праздник себя. Сегодня день рождения ЛДПР, поздравляю, но если вы не пленились прийти к началу дискуссии и слушать, тогда ваш вопрос был бы ценен. Вы проявили неуважение ко всей панели и пытаетесь прославиться, поэтому нельзя. От ЛДПР уже прославилось вдвое. Владимир Вольфович и московский депутат СУ-155, у которого теперь проблемы. Ворошилов Виктор, пользователь портала города Москвы с 2012 года. Значит, у меня вопрос к питерскому представителю, как раз к нему и хотелось бы его задать. Вот портал, это не только отвечающие органы, это еще масса пользователей, которые пишут, пишут, видят его проблемы, пишут какие-то замечания и так далее. Вот если, честно говоря, в Москве я как-то обратной связи между порталом и теми же самыми волонтерами, пользователями не очень чувствую, как Питер работает с теми, кто активно пишет и активно приносит пользу городу. А вы не чувствуете в каком плане? То есть это чувство должно выражаться в чем? Значит, чувство выражается в том, что по мнению, по крайней мере, так у нас на форуме написано, на портальном, так и в группах Фейсбука, которые объединяют пользователей портала и волонтеров, многие обращения, многие замечания, которые пишутся на почту волонтера или в техподдержку, они возвращаются либо пустыми, либо пустой фразой спасибо за внимание. Понимаете? А проблема, которая ставится, она остается. То есть вы не получаете конкретные ответы на ваши конкретные вопросы? Отсутствует нормальная обратная связь, на мой взгляд, и, наверное, не только, на мой взгляд, между администрацией портала, организацией портала и нами, тем, кто пишет. Вот это одна из болячек. Вот хотелось бы понять, как в Питере по этому поводу. Или вами, как людьми, которые обращаются по проблеме на портал. Что касается обращений, там есть четкий ответ. Что касается волонтерского движения, это немножко другие отношения, они не в рамках административных отношений. Речь не идет о том, как отвечают пользователи в данном случае. Речь о том, что от волонтеров, от пользователей портала в ваш адрес идут конкретные предложения и вопросы, как встать лучше. Речь идет о том волонтерском движении, когда люди добровольно выступают дополнительными контролерами не только по своему объекте. У нас всего полгода это волонтерское движение, и, конечно, инструменты постоянных коммуникаций между нами и волонтерами, не жалобщиками, а волонтерами, которые дополнительные предложения какие-то вносят, совершенствуются, до конца механизм не выработан. Конечно, все из них очень активные люди, и хотят, чтобы их замечали, что все, которые предложены, они выдвигали, все были реализованы. Мы создадим систему, которая позволяла бы нам вот с наиболее активными не жалобщиками, а уже контролерами отрабатывать эту ситуацию. И так как вопрос задавался как-то решено в Санкт-Петербурге, то, я и в письме иду. Можно какую-то ремарку по отношению к тому, что сказала заммэра. А почему бы вам, например, вот вы имеете, как вы говорите, ежемесячные головомойки, как я понял, по поводу портала со всеми главными управами, слушая и так далее. А почему бы там не присутствовать тем же волонтерам, тем же пользователям? Почему бы не присутствовать и не делать такие головомойки с нами, на уровне префектуры? Поверьте, было бы проще. А вот Питеру хотелось бы все-таки тоже понять, а как у вас в этом плане? Простите, пожалуйста, можно задать вопрос? А вы работаете или на пенсии? Вы на пенсии или работаете? Не понял. Работаете или на пенсии? Я почти на пенсии. Понятно. Спасибо. Просто меня всегда восхищает, когда стоит человек и представляется депутат и блогер, всегда вопрос, а живешь ты на что? Зарплата-то откуда идет? Так же, когда человек готов потратить кучу времени, что присутствует на головомойке физически, так же сколько у него свободного времени? Я не против, пожалуйста. Слава Богу, что... А мне не кажется, что это слава Богу, потому что я бы еще вводил, извините, в начале психосоматические тесты, потому что власть-власть, но власть, как свет, привлекает очень разных людей, как коррупционеров, так и психически нездоровых, искренне, отнюдь, это констатация, искренне здоровых. Я это констатирую, это общая статистика по миру. Любая власть привлекает, как коррупционеров, так и идеологов. Простите, пожалуйста, вы со мной сможете продолжить беседу позже. Я вас не знаю, поэтому вас лично я не могу иметь ни в каком в виду. Я счастлив, если у вас все хорошо, я отнюдь не хамлю, вы пытаетесь аккуратно поговорить. Нет, я как раз хочу сказать, что уровень технологии позволяет не присутствовать лично, а использовать средства скайп, видеотелеметрии, и совсем не обязательно для этой цели оторвать людей и создавать нездоровую обстановку, потому что любое присутствие любого количества людей требует определенных условий, чтобы всем было комфортно, не трогайте даму, и каждый мог выступить. Но если вы желаете чувствовать, что вам хамят, это святое чувство каждой женщины, с которой я не вправе бороться. Я все лишь говорил о том, что есть технологические способы решения этой проблемы, так же, как при модерации на форуме многому способствуют, так и от смостра людей многому способствуют. И вопрос задавали представители Питера, поэтому как это у вас? На самом деле я полностью поддерживаю Анастасию, в том смысле, что, смотрите, есть огромное количество обращений, которые проходят через модерацию, но не попадают на портал, потому что не соответствуют категориям, которые внутри располагаются. Это некий фидбэк с точки зрения понимания существующих проблем, которые мы не внесли в категории. Здесь действительно работают только, идеологически правильно работают только какие-то общественные формулы, общественные площадки, на которых, собственно, изучается общественное мнение горожан с точки зрения соцопросов, и тогда выводятся те приоритетные задачи, которые мы должны поставить себе в отработку в качестве неких регламентов и добавления новых категорий на портале. Плюс в Питере был такой проект, он существует, действует, и сейчас идет такая конкурентная борьба между порталом «Наш Санкт-Петербург» и телефонным номером 004. Это проект уже порядка пяти лет, шести лет, где все горожане жалуются по телефону на те или иные ситуации. Вот анализ работы вот этого ресурса показал, что, во-первых, отсутствие четких регламентов порождает десятки тысяч неотработанных сообщений, которые не относятся к конкретной категории, к конкретной проблеме. Единственное пользование, которое я из него вынес из этого ресурса, это то, что мы действительно имеем обратную связь от горожан по тем проблемам, которые они жалуются. Мы их систематизируем, разбиваем, дальше делаем категории, кладем на существующие какие-то нормативные вещи, которые позволяют тебе действительно решить проблему, а не отписаться от нее и создать новую категорию. Сейчас даже этот ресурс мы привели к регламентам портала «Наш Санкт-Петербург», потому что иначе мы не поможем горожанину, а расскажем о том, какое небо голубое или трава зеленая. Спасибо. Сейчас мы должны провести второй тур голосования. Вам уже понадобятся три кнопки. Вопрос мы сейчас вам покажем, а я его озвучу. Какой контроль, на ваш взгляд, более эффективен? Надо нажать зеленую кнопочку «ЕС» и потом одну из кнопок «Один, два, три». Первый – ведомственный, второй – вне ведомственной, третий – общественный. Выберите, пожалуйста, вариант, который вам кажется наиболее точным. Ну что ж, ожидаемым победителем является общественный контроль и ожидаемым проигравшим ведомственной, потому что контроль все-таки у аудитории доверие более внешнему. А сейчас я представляю слово главе администрации города Тюмени Александру Моуру. А у вас достаточно нажать. Я просто для... А, и нужно управление. Я помогу. Добрый день, дорогие друзья. Два года назад глав администрации областных центров собирали на учебу и нам презентовали опыт Москвы и Подмосковья тогда. И с очень интересной лекцией выступил Александр Раслон, познакомив нас с краудсорстингом и перспективами применения его в отношениях между властью и жителями. И, соответственно, по возвращению с учебы собрал своих единомышленников. Мы все это обсудили, посмотрели опыт других городов. Более близким по духу и по подходу нам показался опыт Москвы, и мы решили двигаться. По принципу спешить не торопясь создали портал управления городом Тюмень-наш-дом, который был направлен на две вещи. Первая – это информационная. При этом с точки зрения информации мы определили, что в публичное пространство вывесим все проекты по разделу благоустройства дворовой территории, капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт и реконструкция дорог. Это те направления и те проекты, которые наиболее интересны жителям и касаются конкретного дома или конкретной улицы. Соответственно, зайдя по адресу, можно увидеть, какие работы планировались или планируются, либо проводятся на той или иной территории и много другой информации. Например, какая управляющая компания в вашем доме, если находится под управлением управляющей компании по депутату, по поликлинике, по участковому полномоченному полиции, по квартальному. Это у нас есть такой институт инженеров по благоустройству, отключение на инженерных сетях, спортивный организатор и какие остановки общественного транспорта, какие маршруты рядом проходят. Соответственно, информация по конкретному дому, капитальный ремонт, кто заказчик, кто подрядчик, сроки выполнения, есть фотографии до и после. И второй блок на этом портале это непосредственно народный контроль. Мы шаг за шагом открывали категории, которых сегодня 10, как раз по вопросам, которые, на мой взгляд, которых много, которые касаются каждого. Наше, может быть, отличие от Москвы в том, я слушаю Анастасию Владимировну, в том, что мы открывали категории только по тем вопросам, на которые у меня, как у главы администрации, есть прямое влияние, на которое я 100% знаю, что смогу организовать и решить эту проблему. Я и сегодня сомневаюсь в том, надо ли открывать категории, где ответственными будут федеральные структуры, либо иные структуры частные, поскольку не имею такого административного ресурса и не могу дать гарантии моим тюменцам, что я решу проблему в те сроки и с тем качеством, которое мы заявили. Для нас поддержание регламента у нас тоже 8 дней, тоже качество ответов это очень важный вопрос, я не могу подвести своих земляков. Ой, быстро нажал. Позволил себе перефразировать известную фразу «пришел, увидел, победил», «увидел, кликнул и исправил», тем самым между обнаружением проблемы и ее исправлением всего один клик, такая наша идеология. Здесь просто приведена статистика и хотел бы рассказать интересную историю. Мы сразу же завели возможность пользователям портала ставить оценки структурам за представленные ответы, причем любой пользователь может поставить оценку любому ответу. Я внимательно следил за оценками и обнаружил такую закономерность, что после появления двойки сразу появлялись две пятерки. Я сделал смелые предположения и однажды в воскресенье вечером на прополую поставил по всем нашим ответам колы и двойки. В понедельник, извиняюсь за сленг, был огромный шухер. Что вы думаете было во вторник утром? У всех были пятерки и четверки. Народ так торопился в публичном пространстве исправить свой имидж, что даже не подумал о том, что сделать это с независимых компьютеров, сделать это прямо с рабочих мест. В общем, расставленные сети позволили поймать в том числе и крупную рыбу. Очень было прискорбно, был тяжелый разговор с руководителями, причем выявились интересные факты, что некоторые ставили отрицательные оценки даже другим структурам, чтобы понизить балл. Было очень неприятно на самом деле, очень важный вывод из всего этого, публичность и открытость ответов, это очень тяжелое испытание для чиновников. Но мы его прожили. Просто немножко статистики по наиболее популярным категориям, как раз то, что, как я говорю, меньше всего интересует землетрясение где-нибудь в Индонезии, но очень сильно нервирует лужа возле собственного подъезда. Категория сброшенного автомобиля очень популярная, мы тоже его анализировали, по ней большее количество мотивированных отказов, поскольку люди не всегда идентифицируют брошенным, он является или не брошенным, потому что есть определенные признаки, плюс выявилась в последнее время очень банальная борьба жителей за парковочное место во дворе, то есть попытка увезти автомобиль из двора нашими силами. Но тут не проходит. После года работы, да, я не сказал, мы полгода готовили портал, тестировали его и 17 мая 2013 года запустили. Через год провели вот такой опрос по возрастной структуре наших пользователей и по качеству. Вот цифры, на мой взгляд, очень неплохие. 86% пользователей порекомендовали его своим друзьям и близким, 70% считает, что портал помог и 65% полностью удовлетворены. Конечно, есть куда стремиться, но я думаю, что для начала это очень неплохо. Также есть такая возможность оставить благодарность, учитывая наш опыт по выставлению оценок, мы перепроверяем наиболее эмоциональные благодарности, которые поступают на портал, вы их видите. Это реальные люди, вот, например, Роман Мясников, фантастика, меньше суток прошло, автор 104 сообщений на портал является лидером. То есть это реальные благодарности, и я считаю, что они греют душу. Такой слайд небольшой. Я бы хотел сказать о чем о важном. Если мои коллеги будут реализовать такой же проект, важен, конечно, контроль, о чем Анастасия Владимировна говорила, контроль тотальный и постоянный, потому что и с качеством ответов есть проблемы, и с желанием фальсифицировать. Все то же самое, что в Москве, только в меньших масштабах мы проходили. Каждый понедельник на коллегии в нашем коллегиальном органе обязательно стоит вопрос по порталу. В пятницу на селекторе текущие задачи, ну и, соответственно, совещание в зависимости от необходимости больше всего связано с обсуждением новых категорий, либо с открытием новых вещей, о которых я хочу сказать. Когда мы увидели, что количество пользователей неумолимо приближается к такой круглой цифре, как 10 тысяч, я понял, что мы можем приступить к реализации круссорсинга, а то, что на меня произвело впечатление два года назад. Мы запустили такой раздел «Твоя Тюмень», игра слов «Твоя Тюмень», «Я Тюмень» для людей, которые свою судьбу не отделяют от судьбы нашего города. И логика такая. Я заявляю тему для обсуждения, люди имеют возможность присылать свои предложения, обсуждать, голосовать, и в качестве нематериального стимула я дал слово, что лично встречусь с авторами всех лучших идей. При этом мы понимали, что нужно и самим научиться работать с этим инструментом и научить наших земляков, пользователей портала к этому. И поэтому первую тему решили формулировать позитивное, не конфликтное. Первая тема у нас была «Готовимся к юбилею 70 лет Великой Победе». Вчера закончилось 30 дней по принятию предложения, их было 34, сегодня уже идет голосование, голосование будет идти 20 дней, после этого мы определим победителя. Вчера же мы открыли вторую тему, которую я посчитал очень важной предложить нашим жителям, называется она «Тюмень, читающий город, 2015 год, год литературы, как воспитать у подрастающего поколения интерес к чтению». За вчерашний день уже поступило 9 предложений, учитывая, что за месяц 34, здесь за один день 9, я думаю, что процесс пошел. Это был наш последний слайд, сегодня я понимаю, что мы на верном пути и вижу новые перспективы и новое направление развития нашего портала с учетом той презентации, которую сделал город Москва, понятно, что Москва уже на много шагов вперед, но это здорово, у меня уже есть новые интересные мысли, поэтому в понедельник на работе у моих единомышленников будет беспокойно. Спасибо. Спасибо вам большое. Господин Шапошников, не обидитесь, если я не дам вам возможности выступить, и представители Сбербанка, потому что мы, к сожалению, просто очень уже вышли за временной формата, а следующее заседание в 15.00, вам сейчас опять понадобится пульт для голосования, я предлагаю сейчас организовать так, мы сейчас быстренько проголосуем, после этого у меня будет короткое объявление, и в конце, на 3 минуты я дам возможность Анастасии Владимировне подвести итоги дискуссии. Итак, вопрос, который вам предлагают сейчас проголосовать, читайте ли вы онлайн-инструменты общественного контроля действенными? Если да, то нажмите кнопку 1, если нет, то кнопку 2. Ну и пока вы смотрите за тем, как идет голосование, напоминаю, что сегодня в 20.50 в зале F состоится лекция Терезы Фардо, сходите, не пожалеете вашего времени, получите удовольствие. Анализ данных как инструмент для принятия решений в сфере публичной политики. Напоминаю, 20.50 Зал F сегодня вечером. Итак, ну, результат голосования очевиден. Анастасия Владимировна, вам заключительное слово. Всем участникам сегодняшнего мероприятия, я считаю, что для нас большая честь, что многие регионы пользуются нашим опытом и наш опыт не остается без внимания. Если он развивается в других регионах, значит, значит, это правильно, значит, он имеет позитивные выражения. Ничего не бывает совершенного. И мы объективно понимаем, что у нас много проблем и недоработок в деятельности органов госвласти. И я надеюсь, что такие проекты позволяют нам только совершенствоваться. Все сегодняшние замечания мы учтем и будем совершенствовать свою работу. И мне очень приятно за международный опыт. Все, что лучшее есть во всем мире, мы готовы впитывать, мы не собираемся изобретать велосипед и будем применять у себя на практике. Спасибо большое всем участникам. Если у кого-то остались вопросы, вы их можете задать через портал, который хорошо знаете, либо попробовать подойти сейчас к спикеру. Возьми и сейчас пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.